Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Воображаем Доктора Парнаса 2009 года. Путешествуя по миру вместе со своей группой, Доктор Парнас даёт возможность зрителям шоу пройти сквозь волшебное зеркало в фантастический мир. Однако магический дар Парнаса имеет свою цену. В течение многих веков он играет в азартные игры самим дьяволом. Который собирается пройти и забрать свой приз, дочь Парнаса Валентину. Но девушка влюбляется в загадочного незнакомца по имени Тони, Который присоединяется к труппе в Лондоне. Зои и Коу – учёные будущего, Которые разрабатывают идеальных романтических партнёров-синтетиков. Их цель – избавить людей от одиночества и неразделённой любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы. Иллюзия обмана. 2013 года. Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Красные огни. 2011 года. Учёные-скептики Маргарет Мэттисон и её ассистент Том Бакли занимаются разоблачением шарлатанов. Изучение паранормального приводит их к столкновению с давним противником доктора Мэттисон, человеком по имени Сильвер. Объявив о своём возвращении, Сильвер впервые за многие годы выступает перед широкой публикой. Знавшие экстрасенсы люди не забыли, что незадолго до добровольного ухода Сильвера со сцены таинственной смертью погиб основной критик её деятельности. По плавному призраку. Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Барретт Гинсбург и её борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США. Иллюзионист 2006 года Вена, начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхамом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе, как волшебством. Слава о необыкновенном чародеи доходит до кронпринца Леопольда, который почтил своим присутствием одно из представлений Эйзенхама. Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Её появление в зале даёт толчок для целой вереницы необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое. 4 ноября 1979 года революция в Иране достигает своего апогея. Исламисты штурмуют посольство США в Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в этом хаосе шестерым удаётся ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их обнаружение и вероятнее всего убийство всего лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист СРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации. План столь невероятен, что такое бывает только в кино. Плотная страсть Экипаж Опытный пилот Уип Вайтекер чудом избегает крушения самолёта и совершил аварийную посадку, сохраняя жизни практически всех пассажиров. Уипа чествует как героя, но чем больше появляется подробностей о катастрофе, тем больше вопросов возникает. Что же на самом деле произошло на борту самолёта? Шкатулка проклятия Девочка покупает винтажную шкатулку на ярмарке в одном из соседских дворов. Поначалу родители не видят повода для беспокойства, когда их младшая дочь становится одержима новой игрушкой. Со временем поведение девочки становится всё более странным, а реакции неожиданными. Родители пытаются раскрыть секрет шкатулки. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...